И мы рады приветствовать вас и надеемся, что сегодня время, которое мы займем, будет полезным для вас и для нас в долгосрочной перспективе. Значит, меня зовут Борис в Замазе. Компания у нас называется маркетинг. Мы занимаемся чем? Мы помогаем компаниям выходить на международные маркетплейсы. Маркетплейсы, ну вы уже слышали все, что это такое, все знают, что такое Amazon, что такое eBay, что такое Etsy. Наверняка многие из вас самостоятельно воспользовались данными площадками. И я сегодня расскажу о том, как выйти туда. У кого-то есть, может быть, опыт на каких-то иностранных торговле на иностранных площадках? А, вы на Алиэкспрессе торгуете, на глобальном? Нет. Да, Алиэкспресс России. Значит, это примерно схема маркетплейса. Такая коробка типа с сетевого магазина, куда поставщик завозит свой товар, ставит на витрину. Таких поставщиков тысячи. За счет того, что в онлайне сейчас генерируется огромный трафик, то маркетплейсы являются отличными площадками для реализации ваших товаров. Коллега рассказывал сегодня про русские, российские маркетплейсы на территории России. Значит, я расскажу про иностранные. Так, достаточно посмотреть на этот слайд. Коллеги из экспортного центра, может быть, меня поправили, что мы взяли цифры по экспорту, но порядок совпадает цифр, да? Значит, можно обратить внимание на вот эти две величины. Это площадочка Амазон. Значит, объем продаж за 2018 год 232 миллиарда долларов. Значит, объем экспорта России полностью, ну, включая сырьевые ресурсы, 460 миллиардов долларов. Причем, у нас немножечко структура экспорта такая не совсем интересная в товарном отношении. У нас в основном экспортируются эмергоресурсы, сырье сырое, значит, сырье сырой нефти и так далее, и ее производные. Вот. То есть, как бы, самокупный оборот по Амазону по одному, он превышает в несколько раз объемы экспорта товарного в России. Соответственно, немножечко по истории. Кто знает, откуда вообще взялись эти маркетплейсы там, с чем мы пошли? Ну, никто не знает, да? Значит, все началось с книжек, с продажи книжек. Макетплейсы, товарные эти площадки электронные, Озон и Алибаба, ой, Озон и Амазон, они очень похожи, стартовали примерно 20 лет назад. Значит, сколько там объем получается по Озону? А Озон 1 миллиард, так вот. Да, вот 1 миллиард, и вот, соответственно, прошло 20 лет, и как бы разница, ну, как вы видите, 460 раз. В 230 раз она превышает. Значит, с чем это связано? С чем это связано? Аудитория, аудитория Амазона, ИБЭ, это, значит, граждане Евросоюза, Америки. Значит, покупательская способность отличается примерно, уровень зарплаты отличается примерно от 5 до 10, там, 12 раз. То есть, если средняя зарплата, там, в территории России, в регионах, в районе 30 рублей, ну, и по Москве большая часть, зарплата специалиста, квалифицированного, где-то в районе 50 тысяч рублей, ну, это, есть в каких-то сферах больше, есть в каких-то меньше, но средняя по больнице такая. Значит, то зарплата среднестатистического обычного рабочего, например, в США, это 5,5 тысяч долларов. 5,5 тысяч долларов, это умножить по курсу 65, где-то в районе 350 тысяч рублей на наши деньги. Там немножечко затраты побольше на аренду и на все остальное. Но в целом, значит, цены на продукты и так далее, и товары массового потребления, они сравнимы или ниже, чем в России. Скорость принятия решения при покупке на данных площадках, соответственно, коррелирует. И, значит, у западного потребителя, у американского потребителя и европейского потребителя, они уже приучены покупать в районе. Если у нас, значит, основным критерием принятия является цена, и человек, прежде чем приобрести товар, он, значит, пройдет по всем, значит, маркетплейсам, сравним цену, зайдет на маркет Яндекс.Ру, зайдет на Прайс.Ру, то есть выберет товар по самой дешевой цене и только после этого его приобретет. Значит, в Америке приобретается, просто проводится карточка и товар пошел. То есть там люди немножко, у них немножко другие приоритеты, они экономят время больше. Вот. Они экономят время, и, соответственно, ну, работа на российский рынок – это как бы одно объем. Если вы выходите на иностранный рынок, то перспектива совершенно открывается фантастически. Значит, я расскажу про типы электронных площадок, которые существуют на мировом рынке, там, от меньшего к большему, да, и какая специфика на этих площадках. Значит, Etsy – площадка типа нашего… А, Leafmaster. Leafmaster – это такие небольшие компании, либо люди, которые занимаются прикладным творчеством, которые производят продукцию вручную или в небольших объемах. Значит, это уникальные какие-то, каждый продукт может быть уникальный, и каждый экземпляр товара может быть уникальным. Значит, и, соответственно, есть ряд производителей, которые уделяют внимание качеству, которые выпускают мелкими партиями, вот, и торгуются тоже достаточно успешно на этой площадке. Значит, совершенно недавно мы были на выставке, на мероприятии, посвященном, ну, значит, торговле народным промыслом. Специально было организовано мероприятие от представительства в Нижегородской области для производителей народных промыслов. Вот. И, соответственно, была аудитория такая, которая производит там матрешки различные, вот эти вот полотенца, какие-то там пищевые продукты уникальные, которые стараются продавать. Вот. И был заново вопрос, ну, соответственно, скептически настроенный там представитель какой-то, ну, матрешки они, по-моему, делают или еще что-то такое. Вот. Он говорит, ну, не будут наши товары продаваться, они не интересны на этой площадке. Вот. Леонид, вот у нас как раз техническими вещами занимается, техническими... Он, значит, нашел прямо в реальном времени... Да, в реальном времени прямо нашел... А, на eBay? А, на eBay, значит, производителя, который продает одну позицию матрешки на 140 тысяч долларов в месяц. Одну матрешку. Ну, там, средняя цена идет, по-моему, 10 или 20 долларов. 10-20 долларов. То есть, он этих матрешек продает тысячами. То есть, это уникальный товар, специфический такой. Товар, он свойственный для России. Потому что матрешек, как бы, их нигде, кроме России, нет. Вот. Так что, ну, то есть, это такая базовая площадка, в которую могут заходить... Там могут начинать продавать небольших производителей, такие товары народные, для народного творчества, рукоделия и так далее. Далее, это всем известный eBay. eBay с оборотом... Это чистая прибыль 3 миллиарда у них. Вот. И он торгует на весь мир сразу. То есть, вы, когда размещаете товар свой на eBay, его могут купить откуда хочешь. Там, из Гренландии, из Голландии, из Китая, из США, из Польши, из Румынии, там, из Украины и так далее. Значит, трафик на eBay — это 360 миллионов раз каждый день посещают эту площадку. Это посещение не уникальных посетителей, это посещение. Некоторые посетители посещают площадку по несколько раз. Значит, и Amazon — это Эльдорадо, куда мечтает попасть любой производитель, даже тот, который об этом месте еще не слышал. Эта площадка позволяет продавать на самую платежную аудиторию в мире — это США. Это сложная площадка. Значит, по степени сложности захода, это как раз вот я вот рассказал, начиная с Эльсии — это самый простой заход. Потом eBay идет, потом идет Amazon. Но перспективы, которые открываются тем производителям, которые заходят на эту площадку, они просто фантастические. То есть продаются на несколько порядков выше, чем продаются у себя в стране. То есть некоторые производители производят специальные товары под эту площадку. Принцип такой, которому следуют китайские партнеры наши. Значит, мы работаем с экспортным центром по Китаю, они торгуют везде. У них есть экспортный центр, который аффилирован правительством тоже, то есть они торгуют на Россию. Какой у них подход? Значит, производитель приходит к нам и говорит, вот товарная категория, посмотрите, пожалуйста, характеристики товаров, с которыми мы можем выйти на эту площадку. То есть они не приходят ни с товаром, и потом уже адаптируют под площадку. Они собирают сначала требования, потом производят по этим требованиям товар и выставляют его. То есть они делают конкурентный анализ, каким образом они могут выделиться среди конкурентов. Это вот касается, ну давай, например, они так продают. Вот Амазон. Амазон самая богатая компания мира. Все хотят туда. Все хотят туда, и как бы это самая перспективная область развития сейчас и направление развития, там кто бы что ни говорил. Это затратно, это долго, это сложно, но результат он покрывает эти затраты и усилия во много раз. Соответственно, ну вот здесь вот находится Амазон, это 14 миллиардов, триллионов долларов. Это Китай. В Китай зайти сложнее, там есть своя специфика, там есть языковые барьеры и так далее между китайцами и нами. Китайцы не могут выйти быстро на российский рынок. Мы не можем выйти на китайский рынок, потому что очень острое, очень жесткое регулирование со стороны китайской стороны. То есть они ограничивают доступ товара, который им не нужен на свой рынок. То есть если у них этот товар есть, они его сами производят и прекрасно живут. То есть это как бы правильно считают с точки зрения национальной политики, это правильно. Но здесь вот Соединенные Штаты, это очень интересное направление в Соединенные Штаты Европы. С платежно способным населением куда стоит обратить свое внимание. Так, ну, эта структура как продажи происходит между розницей и онлайном в США. То есть 49% это Амазон. Кто был в Нью-Йорке, наверное, знает, там Мессис компания. У них есть очень большой магазин в центре. Один такой из крупнейших ритейзеров. Крупнейший магазин. То есть онлайн-продажи... На онлайн-продажи выше, чем у ритейла? Ну, на 1% меньше, чем у ритейла. Потому что... А, больше, больше, да. Потому что вот эти вот... Бестбай, соответственно... Ну, что там... Вейферер, Мэйси... Ну, они как бы у них такая смежная, то есть нельзя разделить точно они сейчас как бы онлайн или оффлайн. То есть есть компании, у которых есть там точки, магазины, да, и они торгуют одновременно. Это, например, как у нас NVIDIA, почему они открыли свой marketplace? Потому что люди, они как бы беднеют с каждым годом, а нужно покупать как-то. И они приходят в магазин NVIDIA и такие смотрят, ой, хороший товар. И говорят, а сколько этот товар стоит там где-то? NVIDIA начинает открывать магазины, потому что они... ну, там, там, Mediamarkt уже закрылся, и розница, она такая вот съеживается. Потому что там это затраты на аренду, операционные затраты и так далее. Это как бы очень чувствительно для бизнеса, и мы просто не могут себе некоторые компании позволить открывать какие-то альтернативные вещи. То есть нельзя так сказать, что вот этот marketplace, это такой парманцей от всего, да, что все сейчас перейдут на marketplace. Есть смежные модели. Некоторые компании торгуют, например, на Facebook, на Instagram. Ну, я просто поговорил с коллегами, ну, с некоторыми сидящими в зале. Очень много продают через Instagram, через группу Facebook, да, через группу Facebook. А marketplace — это просто канал диверсификации продаж дополнительных. То есть это вы просто смотрите, тестируете, есть куча этих площадок, да, есть там площадка «Мечта» Amazon, есть там российские площадки и так далее. Вот, вы смотрите, тестируете, какая площадка вам больше подходит, где у вас больше покупают. Вы смотрите возврат инвестиций, то есть какая площадка больше приносит, и вы уже выбираете те каналы, да, которые приносят вам больше. Так, значит, я что-то немножко разоговорился. По товарному категориям. Ну, это неинтересно. А, в основном продается электроника, потом одежда, здоровье, еда и напитки. Как происходит работа на площадке типовая? Это касается и российских, и иностранных. Российские, они как бы моложе и еще менее опытные иностранные, они более универсальные и более прибыльные. Значит, сначала происходит производство товара, потом этот товар везется там, когда оформляются документы, у каждой площадки есть свои требования. Нету двух одинаковых площадок. У каждой площадки есть требования, там, сертификат, там, договор, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Оформляются эти документы, есть способы оформления, там, маркировки. То есть товар оформляется, везется на площадку, поставляется площадка, занимается тема, она реализует ваш товар и отгружает вам деньги за вычетом своей комиссии. Значит, потом, что мы делаем? Мы смотрим, товар продался. Мы смотрим статистику по продажам, анализируем, как продается товар. Какие-то товары лучше продаются, какие-то меньше продаются. Значит, мы наращиваем запас товара на складе у поставщика по тем товарным позициям, которые больше продаются. Работаем как-то с теми, которые имеют меньшую оборачиваемость. Вот. И потом, как бы, мы уже можем работать с этими данными, со статистическими. Мы можем смотреть, изменять. Очень важно, как бы, быть готовым к изменению товара на площадке. То есть мы смотрим, что если бы мы, к примеру, могли изменить какой-то параметр, возможно, у нас бы товар пошел быстрее. То есть мы анализируем поставщиков, которые есть в категории, и смотрим, как мы можем выделиться. Хорошая фотография оформления карточки. Извиняюсь. Вот. Соответственно, высказываем гипотезу, изменяем товар, производим, и это процесс бесконечный. Это постоянная работа, которая ведет к увеличению объема ваших продаж на площадке. Вы уже потом, в дальнейшем, можете выпускать товары какие-то более специализированные, и вы уже начинаете понимать специфику, чего хочет пользователь, потребитель. Вот. И вы производите товар по требованию, тем самым увеличивая свою прибыль. Так. Может быть, какие-то вопросы есть. Какие-то, может быть, вопросы на данном этапе есть. Сейчас Леонид будет рассказывать какие-то технические вещи, ну, то есть, по документам и так далее. На самом деле, достаточно интересно, потому что, я как уже тоже в видео рассказывал, да, выход к онлайн-площадкам – это уже будущее, это тренд, это то, что сейчас. Ну, не будущее, это уже сейчас. И в мегаполисах, да, где оборачиваемость именно капитала больше всего, там уже большая часть идет как раз на онлайн. Мы все вот как бы живем, работаем в Москве, у нас никого не хватает времени, и онлайн-площадка для нас просто жизненно важна. Мы хотим, как сказал Барис правильно, что где-то иметь сравнение цены, как бы на месте дороже онлайн, шире, но еще есть вопрос времени. Времени – это очень дорогой ресурс, никого не хватит времени. Потому что здесь надо вот тоже, ну, попробуем вот более концептировать, более глубоко об этом вот для армянских производителей, как бы раскрыть ситуацию, возможности. Да, еще раз, чтобы вышли в онлайн. Давай вопрос. У меня вопрос. Есть какая-то мировая статистика, какая доля продаж идет в онлайн, в спектру, а какая не онлайн, да? Конечно, есть. У нас есть презентация. В Амазоне 49 процентов. 49, я это увидела, но это только в Америке, да? Это японец. А почему? Это японец, это только онлайн, не? Да. Мне интересно, онлайн или не онлайн, да? А какая остается? С каждым ее свободным. Величивается рост. Я недавно, ну, прочитала данную статистика, но не верю в этом, да? Но там говорится, что все-таки онлайн продажи во всем мире составляют 20 процентов, а все остальное больше. То есть пока что 20 процентов. Если брать население, например, Китая, которое составляет примерно 12 миллиардов, из населения Индии, которое составляет там чуть меньше, по-моему. Вот, конечно, доля там оффлайновых продаж, если взять в совокупности и там, как бы, ну, по закону больших цифр, там будет пища. То есть это считается, как бы, вот, рынок, который нацелен на онлайн продажу. То есть где можно заработать? Где можно абстрагироваться? То есть вы можете, ну, независимо от онлайн, значит, от оффлайн продаж, значит, продавать на внешний рынок и, как бы, увеличивать экономику, даже внутреннюю экономику Армении. Сейчас, как бы, на онлайн-площадках, на eBay, там много китайских поставщиков. И основная модель, это мы взяли, что-то посмотрели, сделали анализ, мы зашли на Alibaba, нашли поставщика, попросили его под ЛРМ, значит, произвести под нас товар, значит, вот, высылаем его на Amazon и продаем. Но существует такие, как бы, такой ряд товаров, как уникальные, то есть за которые покупатель готов платить цену выше. Ну, и так же существует там армянская большая диаспора, которая по всему миру распределена, которая, ну, там, больше, чем население, как население вот Армении. Вот. Значит, существует такая категория товаров, за которые пользователь готов платить за какие-то уникальные вещи. То есть, это не за ширпотреб, которые, там, какие-то поставочки для этих, для стаканов, а за товары с какой-то историей, с какой-то, значит, с каким-то качеством, да, где он сможет ощутить, значит, вот эту, ну, например, культуру, там, историю Армении, которую, ну, то есть, там, все, ну, я просто общаюсь уже здесь два дня. Тут каждый человек очень любит свою страну, кому не подойдешь, он, и он тебе начинает всякие интересные вещи рассказать, я уже столько, много этих интересных историй услышал, в том числе про Ереван, который был создан за очень короткое время, таким, значит, очень мощным усилием, да, очень-очень, и я понимаю, что здесь, как бы, энергичные люди, которые очень любят свою страну и, там, и готовы рассказывать об этом, и о своей любви, там, да, и о истории. И люди, которые, там, вот эта платежеспособная аудитория, она готова платить за эти уникальные вещи, чтобы прочувствовать историю, просто они, у них уровень достатка, он покрывается, он уже перекрывается уровнем ЕПИ, например, да, ну, то есть, когда человеку лиду хватает, вот, он хочет чего-то еще, он хочет впечатлений каких-то, вот. И вот так, да, 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 и как раз в этой категории товары, размещаемые на Амазоне, они, например, подкрепляются какими-то дополнительными, значит, каналами трафика, например, с Фейсбука, грубо на Фейсбуке, значит, какие-то видео, там, как проходит процесс производства, там, где-то, там, виноград собирает вручную, там, или вручную производит какую-то вышивку, там, или, там, огран камня, там, ну, какие-то вещи, вот, народные промыслы. Вот, люди за это готовы платить экстра прибыль, экстра цену, да, то есть, и они уже смотрят, это уже как бы, вы можете уже абстрагироваться от других производителей, и это будет уникальный продукт, который произведен в Армении.